Так, ребят, показываю вам отель Чармелион Гарден Аквапарк 5 звезд. Официально отель по документам, сразу говорю, это 5 звезд. Номера здесь бюджетные. И сразу тогда разберемся с номерным фондом отеля. Значит, всего есть два типа номера. Family 51 квадратный метр и Family Suite 58 квадратных метров. Есть номера с видом на сайт, есть номера с видом на бассейн. Естественно, от этого зависит стоимость. То есть, с видом на бассейн стоимость будет выше. Все номера состоят из двух комнат. Максимальное размещение 4 человека. Family Suite можно разместиться 4 плюс 1. Номера простые, но все целые и чистые. В общем, по-египетски все ок. Так, показываю санузел, ребята. Значит, чистый умывальник. Нет никакой ржавчины. Есть косметика. Новый фен, вернее, нового образца. Маленькое зеркало. Туалет тоже чистый. И наша душевая кабина большая. Тоже чистая, без какой-либо ржавчины. Все в отличном состоянии. Я иду показать вам этот грандиозный аквапарк в этом отельном комплексе. По пути сразу показываю вам территорию. Ребят, то, что я увидел, меня радует. Зеленые газончики. Просто зеленые газончики. В очень хорошем состоянии. Красивые пальмы и деревья. Есть тихая часть. Вот бассейн справа от меня. Вы его не видите. Но там музыка практически не слышно. Дальше. Пока я вам показываю аквапарк, естественно, расскажу вам информацию по аквапарку. А также некоторые основные моменты, которые касаются этого отеля. По аквапарку. Открыт он в 2017 году. С одной стороны, это недавно. С другой стороны, ввиду того, что в Египте очень яркое солнце. И все выгорает моментально. В общем, за эти несколько лет аквапарк практически не изменился. То есть, вид у него довольно-таки свежий. Значит, в аквапарке есть две отдельные зоны. Они находятся на одной территории. Музыку слышно везде. Но эти зоны разделены для маленьких деток и для взрослых. В каждой зоне по 12 горок. То есть, отдельно 12 горок для деток. И отдельно 12 горок для взрослых. А также есть бассейн с искусственной волной. В зимний период времени подогреваются только детские горки. То есть, те горки, которые для взрослых, там подогрева нет. Соответственно, если у вас маленькие детки, то есть, до 5-6 лет, и вы везете их на море, плюс вам нужно обязательно аквапарк, то тут вам будет отлично и комфортно и классно. Если же для взрослых нужен классный аквапарк, а вы планируете ехать только зимой, то тут вам нужно принимать этот факт, что подогрева нету. И с этим нужно смириться, потому что даже в других аквапарках подогрев зимой не работает. Потому что такое количество воды просто нереально прогреть в зимний период времени. Поэтому можете не напрягаться и не искать, где есть подогрев. Подогрева в таких аквапарках зимой нет. В аквапарке есть безалкогольный бар, легкие перекусы и своя анимация. По бару, почему безалкогольный, потому что так требует техника безопасности, это нам сообщил ательер. Анимация, как бы говорят, активная, но из того, что я видел, это громкая музыка, она ритмичная, но особо каких-то там мероприятий я не заметил. По правилам посещения аквапарка, значит полностью бесплатно этот аквапарк для гостей отеля Charmellion Gardens Aquapark. Для других двух отелей, которые находятся в этом комплексе, это Charmellion Sea Life 4 звезды и Charmellion Club Resort 5 звезд, этот аквапарк только за доплату. Для взрослых 10 долларов, для детей 5 долларов. Один день посещения аквапарка. Не обязательно брать на неделю, нужно сходить в аквапарк, заплатили, пошли на день. Не обязательно торчать весь день, вы туда ходите по билетику, главное не теряйте билетик. Поэтому, ребят, обращаю ваше внимание еще раз на то, что все гости Charmellion Gardens Aquapark посещают его бесплатно. И еще один положительный момент по аквапарку, это то, что этот аквапарк не принимает других туристов из других отелей, которые не относятся к комплексу Charmellion, то есть это другие отели, которые находятся на территории Шарм-эль-Шейха, а также местных, этот аквапарк не принимает, то есть не будет вообще посторонних туристов и людей в этом аквапарке. И касательно других моментов по этому отелю. Значит, первое, что хочу отметить, это расстояние до пляжа. Трансфера на пляж нету, поэтому ходим пешком через первую линию, примерно до 10 минут. Дальше, Wi-Fi бесплатно только в лобби, в номерах за доплату. Бассейн с подогревом в зимний период времени находится на территории отеля Charmellion Club Resort. Лобби-бар 24 часа в сутки бесплатно. По анимации своего амфитеатра нет, поэтому по желанию ходим на первую линию в Силайф. По ограничениям, значит, пользоваться гости отеля Garden могут всей инфраструктурой, которая находится на территории всех трех отелей этого комплекса, кроме главного ресторана Charmellion Club Resort 5 звезд. Так, ребят, это у нас бар возле релакс-бассейна. Я его так назвал, может быть, он имеет другое название. По крайней мере, это спокойный бассейн. Тут у нас есть бар. Есть пункт обмена полотенец. И, собственно говоря, в этой части тут у нас более-менее так вот тихо, потому что возле аквапарка играет громко музыка, есть анимация, там есть софт-бар, имеется в виду безалкогольные напитки. Так, подходим уже к пляжу. Обалденный вид, ребят. Смотрите, остров Тиран. Вообще, в прямой видимости. Так что, наделайте здесь кучу потрясающих фото для ваших соцсетей. А вот наш понтон. Значит, длина понтона порядка 147 метров. По крайней мере, это то, что нам показывает Google. Давайте подойдем к пляжу и посмотрим, что у нас с заходом. Пляж большой, видим, есть ветрозащита, заборчики такие. И, соответственно, шедлонги у нас деревянные, мягкие матрасы. Видим, люди заходят с берега. Давайте сейчас посмотрим, что у нас там с заходом. Так, ребят, с краю, возле пляжа, у нас коралловая плита. И дальше у нас такой вот песчано-галечный заход. Насколько он длинный, не могу сказать. Вижу, по пояс люди заходят. Даже вон чуть-чуть больше, чем по пояс. В общем, с берега вы можете зайти. Те, кто не умеет плавать во время прилива, не вижу вообще никаких проблем. Спокойно заходим. Вижу, некоторые ходят в коралках. Некоторые ходят босиком. Рекомендую, естественно, в коралках заходить, вопросов не будет. Детки тоже плавают. Есть ограждение в виде буйков. Видимо, дальше там полноценный коралловый риф. Ну, может быть, мертвый. Итак, ребят. Надеюсь, я вам хоть что-то показал в этом видео. И эта информация для вас полезная. Смотрите, мои выводы по данному отелю. Отель обязательно требует внимания, когда вы выбираете себе отель для отдыха в Шарм-эль-Шейхе. Очень большой плюс – это отличный аквапарк, ребят. Тот, который один из аквапарков, который попал в топ-10 лучших отелей в Шарм-эль-Шейхе, которые имеют на своей территории аквапарк. Не просто там несколько горок, а реально работающие высокие горки. Их взрослых 12 и для деток отдельных 12 горок на территории этого аквапарка. Сама территория ухоженная, зеленая. Ребят, я ничего не увидел, ни критического каких-то неухоженных частей. И все лично мне понравилось. Может быть, я не гулял по всей территории, но по той территории, где я именно ходил, она имеет отличное состояние для египетского уровня. Однозначно плюс. Дозоны ухоженные, чистые, подстриженные, зеленые. Деревья тоже зеленые все, пальмы красивые. Ну, в общем, есть много места, где вы можете сделать классные фотоснимки для своих соцсетей. Номер. Номер, да, слабая сторона. Я имею в виду, просто он не обновленный. По крайней мере, тот, который нам показали. Значит, просто в нем, я же говорю, если сделать, там, я не знаю, что там, может мебель поменять. Ну, мебель, в принципе, нормальная, все чистенькое, как бы. Но чувствуется, вот что есть, как бы вам это сказать. Ну, отель в возрасте, номер в возрасте. Ну, не сильно в глубоком возрасте, но чувствуется это. То есть, я видел, другие отели, они, конечно, в гораздо лучшем состоянии, именно номерной фонд. Но там ценник, ребят, конечно, намного повыше, плюс и нету аквапарка. А у этого отеля очень большое преимущество аквапарка. Пляж пользуется пляжем отеля. Ну, в общем, у них общий просто пляж комплекса Чармиллион, который больше, получается, ближе расположен к отелю Чармиллион Лайф. Четыре звезды, тот, который на первой линии. Есть понтон 147 метров, есть заход с берега, но нужна специальная обувь. Собственно говоря, ветер тут на территории не особо чувствуется, территория как бы защищена. Ну, а на пляже будет, конечно, очень сильно чувствоваться ветер, если вы будете зимой отдыхать. Ну, и еще аквапарк не подогревается. Собственно говоря, вот вся основная информация. Пишите в комментариях, когда вы здесь отдыхали. Зима, лето, весна, осень. Как вам было здесь, понравилось, не понравилось, что вам не понравилось, что вам понравилось. Обязательно распишите детально в комментариях под этим видео. Ну, и, собственно говоря, если есть вопросы, задавайте. Постараюсь ответить вам тоже в комментариях. Подписывайтесь на канал, кнопочка подписаться внизу под этим видео. Жмите на колокольчик, смотрите видео, и вы будете всегда в курсе самой объективной информации, чтобы все ваши путешествия были только с положительными впечатлениями. До новых встреч, друзья! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok